Ладно, включаем его в розетку и берем пульт управления из комплекта. Без него настроить привод не получится. Приложения на смартфоне такой функции просто нет. Как я уже сказал выше, пульт очень многофункциональный. Через него программируются такие параметры привода, как верхняя и нижняя точка поднятия и опускания штор, сбрасывание этих самых точек, включение реверса и так далее. Всего в нем заложено 7 режимов. Переключение между ними происходит через кнопку, которая находится сзади пульта. А настройки параметров выбранного режима осуществляется уже с лицевой стороны. Запомнить все эти режимы и тем более требуемые комбинации клавиш для их выполнения достаточно сложно. Но вспомнить все это, скажем, через месяц, думаю, будет уже нереально. Вот поэтому я вам настоятельно и рекомендую сохранить инструкцию. Итак, если нажать на кнопку вверх или вниз, то привод придет в движение и начнет бесконечно вращаться. А в приложении TuiSmart, о нем мы поговорим чуть позже, будет светиться красная надпись с просьбой о настройке. Для назначения конечных точек движения прокручиваем привод до нужной высоты. Далее через пульт останавливаем вращение, выбираем первый режим на пульте и затем один раз нажимаем стрелку вверх. Двигатель дернется, что означает о сохранении значения в верхней точке. Далее аналогично нажимаем стрелку вниз, прокручиваем привод в обратном направлении, останавливаем его и по аналогии через первый режим программирования обозначаем уже нижнюю точку. Все, теперь надпись приложения пропала, значит проблем в работе больше нет. Проверяем работу сначала через пульт, а потом через приложение. Отлично, привод и управляется, и крутится, и сам останавливается. Давайте я вам сразу расскажу, как сбросить эти ограничительные точки. Ибо с первого раза большинство из вас точно накосячат нужными параметрами высот. Но уже после перейдем к синхронизации с приложением. В принципе сброс точек происходит по аналогии с программированием. Но только нужно выбрать не первый, а уже третий режим на пульте. Нажимаем и ждем, когда привод прокрутится до верхней точки и сам остановится. Затем выбираем третий режим и жмем кнопку вверх. Привод один раз дернется, и это означает, что верхняя точка удалена. Аналогичную операцию проделываем и с нижней точки.